Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас новый квест в игре Шарарам. Какую школу ниндзя выберешь ты? Наверное интересный квест. Итак, приступим. Привет. Недавно мы с лигой открыли школу героев, в которой обучались Мишариков искусству ниндзя. Но каждый в лиге считал себя лучшим мастером. Вот наша школа и раскололась на три. И выбери школу, в которой будешь учиться ты. Стань ниндзя, в награду получишь домик или магия. Ага, опять у нас выбор между домиком и магией. Ну что ж. Выбираем мастера ниндзя, который будет тебя обучать. Ух ты. Давайте подумаем. Медведуся, Пелисанчо и Юи. Интересно. Ну, с Юи ниндзя вообще, мне кажется, никакой. Он такой неповоротливый, большой. То есть, по логике, он не может быть там быстрым. В общем, Юи я не хочу брать. Дальше Пелисанчо и Медведуся. Ну, Медведуся, в принципе, тоже из серии. Она такая игрушка, такая, как Мишка. Большая, неповоротливая. Поэтому остается Пелисанчо. Давайте выберу его. Хотя он такой, конечно, не очень красивый, с такими, типа, рогами черными. Не сильно такое люблю, но из всего, что нам предложили, мне он, кажется, больше всего похож на ниндзя. Ну что, привет, мастер Пелисанчо. Привет. Хочешь вступить в мою школу ниндзя? Интересно, чем хороша твоя школа? Я опознал путь ветра. Мои ученики стремительны, легки и внезапны. Ааа, так. Ладно. Раз решил его, сразу выбираю его. Хорошо, я буду обучать тебя. Кликай на расписание в школе и пройди все уроки. Да, мастер? Ааа, это у нас школа, да? А, вот расписание. Возьми и надень повязку ниндзя на вешалке рядом, чтобы приступить к занятиям. Одеваем. Это теперь у меня будет кота-ниндзя, да? Ха-ха, прикольно, смотрите. Ну да, весело. Одеваю. Где я? О. Это повязка ниндзя, больше не знаю, похоже на что-то другое. Ладно. Пройди все уроки, кликай на них, чтобы начать. Урок самопознания. Познай себя, я верю. Ниндзя уже живет внутри тебя. Осталось только его пробудить. Выбери три пункта, которые точно описывают ниндзя. Итак, давайте читать. Обучен манерам. Ну, ниндзя, в принципе, манерам должен быть обучен. Пока этот пункт под вопросом оставлю. А дальше следующее. Отлично видит в темноте. Ну, ниндзя всегда нам так рассказывали, что ниндзя, они в темноте там орудуют. Поэтому выбираю этот пункт. Носит маску. Ну, маску. Ниндзя. Не знаю. Ну, настоящий ниндзя все-таки, который в темноте там делает свои дела, обычно в масках ходят. Тоже пока не спаду вопросом. Бесшумно передвигается. Это по-любому. То есть он должен передвигаться тихо. Летает верхом на драконе. Но если учесть, что драконов не существует, то я думаю, этот пункт неправильный. Владеет заклинаниями. Но это не мах, это ниндзя, это неправильно. И одевается в тяжелые доспехи. Тоже, в принципе, если он будет в тяжелых доспехах, ему будет тяжело передвигаться и так далее. Получается, значит, вот, отлично видит в темноте, носит маску и бесшумно передвигается. Я думаю, так. Видите, ты справился с этим уроком и заработал один балл для школы. Пройди и другие уроки. С методом исключения я все-таки правильно сделал. Время медитации. Отдохни перед новым уроком. Зарядись силой ветра. Посчитай и напиши, сколько тучек на картинке. Обалдеть. Они же все похожи. Так, ладно, начинай считать. Ой. Сервер, видно, рестарт был. Итак, считаем тучки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Так, надо еще раз. Наверное, начну сверху. Одна, две, три, четыре этих мелких. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Наверное, все-таки восемнадцать. Мне так первый раз показалось. А ну-ка. Точно. Все-таки восемнадцать. Ты готов к новому уроку? Кликни на расписание. В общем, понятно. Следующий урок. Я думал, это был тоже урок. Урок голодного ниндзя. Ха-ха. Будем ниндзя голодом морить. Ниндзя должен познать баланс в еде. Быть сытым. Но не объевшимся. А собери рис. Ух ты. Придется ждать, наверное, да? А где рис? Вот один рис. Вот второй рис. И все. А, дайте еще риса. Я голодный. Следующий через десять минут. Вот это облом. Так, ладно. Тогда пока мистер... Почитаю ваши сообщения. Ваши заявочки. Там все такое прочее. О, сто двадцать три человека. Хотят друзья. Пожалуйста. Мне не жалко. Подарки. Ластик подарил подарок. Попкорн. Леша. Иль. Хелден. Айлана. Гипермакс. Гристи. Пин. Пророро. Белана Киса. Рома Жилен. Полина. Одиннадцать лет. Клэп Крут. Луганс. Рури. Бруся Хрюся. Джеймс. Так, ключик. Слуцк. Витани. Нася Милася. Опала. Или опала. Или опала. Миша Пробкин. Компотик. Аделя. Кира. Меднес. Хена Монтена. Рогалик. Сто двадцать два один. Мистер Егор. Ну, все, остальные уже не поместились. К сожалению. Так. Открыточки от Альберта. От Яночки. От Крутыша. От Гипермакса. От Гристи. От Рогалика. От Проророро. От Крутыша. Мила Люблю. Яночка. Кот. Лейла. Витани. Арешулька. и трамаша ну вот прикольная такая напоследок открытка всем спасибо так я вижу тоже кто-то в костюмах этих видно выигравшие за этот квест я еще пока есть без костюма пока жду рис прочитаю пара ваших сообщений привет варе шар слуцк эвелина тв емец андрею привет знаешь кто ты элитный игрок а не знаете ли вы а таких это которые донатят вот вы донатите вы элитный игрок удачи а кстати первый раз такое слышал я обычно думал что или элитов здесь шарарами это тех кто там а большого уровня кто давно играет допустим там 10 это 80 евро и так далее а не те кто донатят но вот еще одно мнение кстати вполне себе оправданное интересное привет саше симухину а как с вами общаться на ты или вы пример а ты привет вы здравствуйте а как угодно я но не ставлю каких-то там ограничений кто как считает нужным так и говорите а ваня почему ты постоянно не читаешь мои сообщения а может потому что в них ничего такого что я хотел бы прочитать на запись вот сейчас вопрос был я прочитал так привет коту здравствуйте иван расскажите в своем видео какие у вас бывают трудности но на самом деле у взрослых трудностей очень много чем ты взрослее скажем так чем больше этих трудностей а ну из последних вот у меня дочка приболела там горло болит температура и так далее в садик не ходит по ночам просыпается из-за того что температура постоянно бегать мерить в общем кроме того что ночи еще и записываю еще и к ней встаю в итоге последние пару ночей можно сказать вообще не спали но вот одна из сложностей но это все мелочи как бы сложности на самом деле очень много что детей это одни сложности там пойти в школу там не знаю что-то сделать такого там помочь родителям а взрослых все по-другому всем подписчикам привет от алины от алины кролика почему ты так переживаешь за свой имидж шарарами а но почему бы и нет то есть я хочу чтобы я ничего никому плохого не делаю скажем так никого не обижаю и хочу чтобы все знали что это так а для чего про меня будут думать что-то плохое если скажем так думать нечего вообще любой человек должен за свой имидж переживать это не значит что там как толпа себя вести там все такое там все бьются головой в стенку тоже биться нужно просто быть скажем так хорошим человеком во всем соответственно и не нужно будет переживать за имидж как так почему ты застрял на сорок третьем уровне ты уже должен быть шестьдесят пятым уровнем ты был бы элитой а то что я говорил до этого вот я тоже думал что если большой уровень значит элита если маленький то нет на самом деле для меня уровень абсолютно не важен то есть хотя первый уровень хоть там 5 хоть 105 я думаю что но для вас зрители это особо не важно когда начинал только записывать вокруг себе или большие дядьки и тетки скажем так а я был самый маленький почти во всех видео но сейчас как бы уже наверно большая часть игроков которые заходят уже меньше меня уровнем так что все таки уровень у меня растет с такой скоростью с которой я считаю нужным так уже по моему рис наш вырос созрел поэтому я пошел его собирать куча народу потому что я днем записываю так я уже не помню где этот рис сейчас пойду ухты тут нас рейтинг школ получается школа зоркого глаза самая крутая да я пока не знаю в какой школе позитивная энергия валяется о даже задание выполнил какое-то смотрите за одну позитивную энергию но теперь приступаем к съемкам а вот твои смешинки класс за один сбор так рис рис где же рис наш а вот и рис вот он даже можно лишний взять и идем школу так урок голодного ниндзя ты справился с этим уроком и заработал один балл для школы пройди и другие уроки а так следующий а я опять считать облака а интересно их столько же или нет но картинка вроде бы та же самая не так я уже не стал сильно просчитывать пишу опять 18 до хотя это глупо после делать одинаковые картинки так ладно урок концентрации сил что-то интересное сконцентрируйся ниндзя всегда должен быть терпелив внимателен и сосредоточен отметь все веревки которые привязаны к столбу она к столбу привязано две веревки давайте как-то продумаем вот одна веревка и так 2 я вот с 1 2 привязаны остальные а честно остальные куда идут ведут вообще а а 3 4 между собой соединены ты справился заработал один балл и проходим последний урок а опять но это опять эта картинка по идее да надеюсь меня не обманут а не обманули так урок поиска пути ничего себе а ниндзя должен быть настоящим следопытом справишься найти древнюю статуэтку ступай от леса строго вниз затем замри и обернись входи в одну из трех дверей найдешь ты статую за ней ухты как это ступай от леса строго вниз затем замри и обернись ходи в одну из трех дверей а это наверное на главной площади скорее всего да она под лесом смотрим ой не сюда карта карта вот лес здесь площадь то есть вот если я захожу на площадь сзади меня три двери да так я понимаю в какую из них заходить странно придется по всем трем пройтись не можно было конечно спросить о помощи о смотрите я сразу угадал вот статуэтка как классно мне сегодня везет а ты всему обучен теперь приходи в каньон чтобы пройти посвящение в ниндзя ого опа кто меня посвящать будет мои ученики лучшие нет мои нет мои что здесь происходит мастера ниндзя вновь спорят чья школа лучше сенсей а ты сам как считаешь только состязанием можно решить этот спорт ты готов отстоять честь своей школы ну допустим готов что же я великий сенсей нарекаю тебе настоящим ниндзя иди докажет что твоя школа лучше а как мне это сделать найди ниндзя кроша стефана и копатыча шарарами и не забудь надеть костюм который я тебе дам ухты костюм вот он какой-то одеваю наконец-то у меня тоже есть костюм а то бегал как кто-то непонятный прикольный такой костюм да и куда теперь дальше а просто искать мастеров а вот первый мастер стефан испытание скрытности паспорт посмотрим сможешь ли ты пробраться через лабиринт незамеченным найди выход из лабиринта опасайся стражников иначе они выгонят тебя из лабиринта а понятно то неужели тут длинный лабиринт ой там что стражник нет а стражник вот сейчас от него мне нужно отекать опа мимо него пройду наверное так еще тут всякие лазят непонятные так там нет выхода вроде бы нет а вот выход класс довольно быстро ты прошел одно испытание мастера нельзя и заработал один балл для школы в общем ищем следующего самый скрытный ниндзя просто детки интересно может это потому что я быстрее всех прошел а вот и мастер крош прикольный малый с морковкой а я мастер ловкости пройди испытание докажи что ты лучше меня выиграю кроша в волейбол три раза обалдеть это же долго давайте попробуем правда не помню уже как играть так ой какой-то плохой из меня нельзя слушать и сам сверху сразу забил кроша давай теперь твои твоя очередь забивай сам себе гол о отлично 1 1 нужно главное разыграться так о 2 1 отлично погнали наши городских ой фух я уже думал все а 3 1 ну отлично 4 1 нет блин я думал что все он уже ха 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 он ответил тем же сам себе забил гол кстати какой хитрый взял прям о все я у него выиграл отлично так это раз нужно еще два раза я разыгрался немного поэтому сейчас думаю дело пойдет хорошо так но я новичок выбираю потому что зачем играть на самом сложном уровне сейчас не в этом смысл о оляка как игра пошла хорошо и получай а сдаюсь блин забил забил честно забил да что ж с кем он там играет сам собой в итоге проиграл ловлю ловлю ай не словил так 22 ухты все 32 я опять впереди но еще разок там могу уже пропустить взял ну давай давай ох класс все тут тоже без вариантов я ему забил ой сейчас сам себе забью о ну есть есть все 52 я выиграл это вторая победа и нужно еще теперь третью так может третье сыграть на самом большом уровне самом сложном давайте попробую так и быть ой так крошек ты поддавайся мне о поддался 1 0 я веду ай еще просто все и он бы то что ж такое так просто пропустил так нечестно но 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 вставай давай давай есть 21 я пока впереди и так что что сделаешь все таки но но он отходит самый конец никак его там не пробьешь есть все 31 и и ай блин взял сам себе гол забил ну как это очень некрасиво получилось так сложно выигрывать и беру поддаюсь теперь ему ой блин это у меня взял и обманул ой сам себе забил гол сейчас я еще сам себе забью да что ж такое фух ну еще чуть-чуть эх ах ну пожалуйста 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 есть все 35 я выиграл на самом сложном уровне и смотрим а самый ловкий ниндзя крош какой же он самый ловкий самый ловкий ниндзя это я а а прошло испытание о вот теперь правильно самый ловкий ниндзя класс так идем искать с последнего а вот и мастер копаточ такой одежды все пиратской там какой-то испытание силы докажи что ты сильнее меня и пройдешь испытания отметь две гири так чтобы их вес в сумме был больше чем у штанги копаточа но у него 13 килограмм то есть нам нужно получается если 7 и 5 это 12 7 и 8 15 8 и 5 это 13 тоже после 7 и 8 тут не сложно догадаться а теперь пройди испытание великого сенсея приходи в каньон ничего себе ого я подготовил особое испытание здесь в каньоне тебя ждет дракон сразись с ним целый дракон где ты его взял этот дракон дракон механически я сам его построил победить чудовище ты должен с одним условием каким же другие ниндзя тоже пойдут на битву с драконом но сразить его ты должен в одиночку хорошо я опытный ниндзя я справлюсь кликни на указатель позади меня и попади в логово дракона понял о понятно надо оказывается будет мой этот скакун воевать а не я так идем так а где же дракон подождите наверное не туда нажал а вот дракона я к злоберям пошел блин ого и что нет а ну-ка атаковать дракона ты атаковал дракона но он слишком силен может сенсей дал нам задание с подвохом давай нападем на дракона вместе давайте чтобы сразить дракона проведи 4 атаки расставить учеников на поле так чтобы линии атаки не пересекались зажми левые кнопки мыши чтобы передвигать учеников а это сложное задание блин не люблю такое это самое задание такое мне не нравится в общем так как здесь о первое задание выполнил так получается здесь время а до времени всего лишь 30 секунд но это не честно это очень быстро так как же как же как же пока не представляю как здесь пройти ой 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 о прошел 2 секунды оставалось так но это был второй уровень а тут чуть больше времени дается так как же быть здесь как же как же так а вот этого нужно куда то еще деть а где в топе а вот пересекается один еще блин куда куда я не вижу ай еще чуть чуть вот успел это был третий уровень и четвертый блин что ж так тяжело слушайте 50 секунд боюсь что я не получится с первого раза пройти эту миссию она очень сложная так вот распутываем хорошо вот этого куда то нужно забрать ой ничего не получается не даже идей никаких нет так 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 здесь все пересекается не не получилось так ладно а а теперь я могу опять четвертого уровня начинать я понял это уже лучше хоть не сначала и то радует так так как мне со всеми бороться вот это по моему правильно здесь так кто где пересекается еще вот вот этот не должен пересекаться где еще вот здесь о все прошел даже 23 секунды довольно таки круто даже не ожидал в прошлый раз какой-то квест вот похоже был я очень долго с ним мучился я вижу ты смог одолеть дракона но ты справился не один а вместе с другими учениками но никто не мог победить дракона в одиночку ха в этом и был главный мой урок только объединив силы всех школ ниндзя вы могли победить ого вот это поворот зато теперь наши школы примирились это точно мы овладели главным мастерством мастерством дружбы так и значит мое обучение теперь окончено да ты прошел все испытания держи свою награду ух ты какая она а получается школ а магия или домик я беру себе как всегда магию так это магия да то я не нашел получается да вот она магия и где я опа то я был эй блин да все таки это я смотрите а ну ка сейчас в домик пойду там места больше тем более там уже сейчас понабегает вас куча пока заказы пока заказы выдам немного заказов так магия а ну ка опа а все понял это типа наподобие вот этой вот которая была ммм ммм какая же типа сирены мегас да когда вот она была так вот раз и куда то меня приземляло только теперь а это не сирена а дракон ну что ж прикольно так ладно друзья ваше сообщение я прочитал у меня уже не хватает времени нужно убегать а поэтому поэтому что у нас а у нас как всегда вот этот смайлик пока пока если вы смотрите наши обзоры и они вам нравятся то поддерживать это видео с вами лайками и комментариями не забывайте делиться с друзьями а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки очень скоро новые квесты в игре шарарам а также другие интересные детские игры на нашем канале пока пока